Здравствуйте дорогие друзья! Я доктор Ирина Березовская и я нахожусь у гостях у своего hair stylist, то есть парикмахера, стилиста по волосам, потому что сегодня пришла очередь моя как бы время сделать покраску и подстричь немножко. И вам очень понравился эфир с Анастасией, который мы проводили уже три раза, плюс есть много других минуток. И мы решили провести сегодня еще раз по вашим просьбам многочисленным. Я даже поступила несколько вопросов, которые мы обсудим. Сегодня мы не будем говорить о гинекологии и акушерстве, поэтому пожалуйста не заваливайте меня вопросами о писечках и прочем. Перед тем как мы приступим к эфиру, пока Анастасия готовит краску, значит я скажу, сделаю несколько объявлений. Первое объявление, что у нас продолжается марафон супер доказательных врачей до 23 марта. Это как раз половина мы уже прошли и каждый из них раз в день, значит, ну вернее каждый день посвящен одному из врачей. Поэтому пожалуйста следите за сообщениями на моей странице и также на странице марафона, потому что вот Анастасия, спасибо. Кофеечек. Кофеечек. Здравствуйте, девчули красотули. Сейчас я замешаю красочку, будем работать. Да, пока я делаю объявление. Смотрите, как красиво. Не, не, нормально, все нормально. Так, да, и значит мы продолжаем этот марафон, поэтому масса полезной информации. Я постараюсь записать, мы постараемся записать, то есть эфир сохраняется 24 часа, но мы стараемся также сохранить и видео. И мое первое выступление на этом марафоне, оно есть на ютюбе. Можете его просмотреть в любое время. По возможности мы выставим на ютюбе выступление других врачей. Еще одна важная новость. 25 марта у нас очень интересный вебинар, который называется в зазеркальне между ноженом. Потому что вы задаете массу-массу вопросов на тему выделения и прочего. То есть все, что там творится. И, к сожалению, вы там не можете ничего видеть, вы только видите выделение, и то не всегда. Но когда врач рассматривает вас в зеркалах, начинаются вот эти все запугивания и так далее. И начинаются, как говорится, проблемы. Поэтому 25 марта у нас будет вебинар. Уже было объявление на эту тему. Следите за постами. Приглашаю всех желающих, которые хотят знать об этой части тела, между ног, в зазеркалье. Значит, приглашаю на вебинар. И еще одно небольшое объявление. Те, кто не знает, я стала еще раз бабушкой. Теперь у меня есть внучка Кира. И поэтому основное свободное время посвящено моим детям и внукам. И я провожу очень много времени сейчас с семьей дочерью. Это значит, что я не успеваю, не успеваю многое сделать. Вообще просмотреть все ваши вопросы, сообщения. Потому что их тысячи. И поэтому поймите правильно, что есть масса информации. Специально для вас созданы другие источники. И навигатор, и книги, и вебинары. И даже прямой эфир. Это как раз шанс пообщаться с вами. Ответить на ряд вопросов. И не только касающиеся женского здоровья. Но в первую очередь, конечно, сегодня мы обсуждаем вот эту часть. Голова, волосы. Не смотрите, что так страшно выгляжу. Я буду сегодня к концу дня, ну не к концу дня, я имею в виду через 2 часа. Очень симпатичная, красивая, помолодевшая. Вот. Теперь, значит, о том, о чем мы сегодня будем говорить. Прошлый эфир, который удалось сохранить. Первый не удалось сохранить, второй удалось сохранить. И второй есть на Ютьюбе. Мы много говорили о разных видах волос, об уходе, там, за прямыми, за курчавыми, за вьющимися. Мы говорили о разных, вообще, как подбирать шампуни. Очень много полезной информации. Очень много полезной информации. Поэтому посмотрите ту запись. Сегодня нам поступило уже несколько предложений обсудить немножко химию. Вот эти различные химикаты, особенно химия при беременности. А также средства по укладке волос. И, конечно же, мы ответим на ваши вопросы. Поэтому, если у вас будут вопросы или есть вопросы, именно касающиеся волос. Да, кстати, мы поговорим о прическе, о значении прически для, ну, скажем, как она меняет лицо и все прочее. Да, как можно скрывать. Вот у меня круглое лицо. Очень круглое лицо здесь. И на фотографиях я выгляжу, как пышка. Когда люди мне видят в реальность и говорят, мы не такая полная, как на фотографиях. Потому что, ну, так цвет падает. Но вот как изменить с помощью прически? Это все, значит, тоже мы поговорим. Я вам скажу, что благодаря Анастасии, которая является очень таким популярным, известным хэрстайлистом, она была визажистом и хэрстайлистом на передаче, очень известной передаче, реалти-шоу. Реалти-шоу по продажам как раз мультимиллионных домов, очень больших домов. И она вот этот кастинг весь, вот этот всю кастинг, она, короче, красила и делала прически. Она написала уже две книги, одна из них уже опубликована. И она ездит на многие-многие семинары. Мало того, она выступает уже как спикер на различных конференциях. Поэтому она прогрессирует все время. И поэтому мы сегодня тоже как раз, ну, то есть мы делимся самым современным и самым, ну, так сказать, достоверным. Так вот, когда меня к ней привели, чтобы я поменяла, у меня были такие кудряшки. Кто-то помнит, что на видео старок, помните? Ой, какой вкусный, безумно вкусный кофе. Спасибо, Анастасия. Вот, когда мы, я была такие, я волосы вот так поднимала, и вот такая была кудряшка. А, значит, Анастасия сказала, что она что-то современное, стильное. И именно она изменила мой имидж и многое другое. И я помолодела, я почувствовала себя совсем по-другому. Я почувствовала себя уверенно. Вот, и это как бы сняло некоторые мои внутренние комплексы, которые существуют. Каждая женщина, каждого человека, наверное, есть определенные какие-то комплексы. У меня тоже есть. Конечно, они такие, которые мешают мне жить, но были перелы, когда они мешают. И поэтому, благодаря Анастасии, поменялась и моя прическа, и стиль, и многое другое. И сейчас я получаю массу комплиментов, массу комплиментов. Когда даже я фотографию выслала своим всем знакомым, друзьям, с моей внучкой Кирочкой, как я с ней, я вам скажу честно, что многие говорят, ты выглядишь тут как мама, не бабушка, а как мама. Настолько, ну, плюс я счастливая, да, поэтому. Вот, так что сегодня мы будем говорить. Теперь, пока Анастасия готовит краску, сейчас появится, что я хочу сказать. Особенно это касается беременных женщин, и в том числе после. То есть у нас в каждой жизни, в женщине есть периоды. И есть периоды, например, небеременных, большинство, да, есть периоды беременности, есть периоды после рода в лактации. Волосы реагируют по-разному на смену гормонального фона. Точно так же, как реагируют совершенно по-разному на гормональные контрацептивы. И, например, на гормональных контрацептивах волосы могут расти очень хорошо, быть красивыми. Но как только вы прекратили прием гормональных контрацептивов, начинается выпадение волос. Это не постоянно, это временное выпадение именно тех, что наросли. То есть вот эта шевелюра, которая наросла. Поэтому не нужно бояться, если, скажем, вас после прекращения приема гормональных контрацептивов начинают выпадать волосы. Также напомню всем, что мы обсуждали, как много теряется волос, да. Вот что такое много терять волос для женщин в первую очередь. Оказывается, что многие из вас не знают, это в день вы можете приобретать до 100 волос. 100 волос, но если волосы длинные, если вы, например, расчесываете, особенно когда утром там, то на расческе будет много волос. Они будут казаться, потому что они длинные, будут пучок. Они будут казаться, что вы теряете много волос. Поэтому мы обычно рекомендуем паникершам, которых нет видимых показаний, скажем, для гормонального лечения, еще что-то. То есть нет проблем, связанных именно с волосами. То есть не грибок, не инфекционные какие-то заболевания, а не гормональные нарушения. Мы рекомендуем подстричься, и это моментально упрощает проблему, потому что волос не видно, сколько выпадает. Это мы говорили. Мы также в прошлом эфире обсуждали много, как правильно подбирать шампунь, и как вообще мыть волосы, сушить. Поэтому, возможно, мы затронем. Я не буду отвечать, вот сегодня мне уже пишут, отвечать об эндометриозе и прочем, как лечить и так дальше. Ну, для залетных кидс, которые ничего обо мне не знают, просто влетели в этот эфир. Я вам сразу скажу, что есть масса информации о эндометриозе, есть целый вебинар и публикации. Ну вот, Анастасия идет, как поезд, чук-чук-чук. Вот, и мы начнем сейчас, и я потихоньку буду, ну, как бы, смотреть вопросы. Ромочка, подожди, я должна тебя поднять, не пей, потому что сейчас. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Опа! Так, вот. Все, нормально. А вы нас хорошо слышите, да? Хорошо, видно, слышно, да? Сейчас мы вам тут сделаем. Я пока что снимаю свои очки, а потом мы на нем оденем презервативчики. Да, я вам покажу. И мы сможем читать ваши вопросы. А сейчас мы просто поговорим в течение нескольких минут, пока наносится краска. Мы будем говорить, в первую очередь, о завивке. Анастасия скажет пару слов о завивке, о различных химикатах. Вообще, какие виды химии, что ли, есть, да? А я сейчас расскажу. Девчонки, привет, красотулечки. Я вам хочу сказать, что у меня салон, это женский клуб. У нас здесь не просто салон, у нас тут женский клуб. Ну, потому что я работаю исключительно с женщинами, вот, и потому что все мое образование, курсы я направляю только на покраску, на стрижки женские, вот, как вы говорите, укладочные средства. Ну, все-все, что касается женщин. Поэтому я не работаю с детьми, и я не работаю с мужчинами. А у нас это называется Барбери, и это отдельная, как бы, структура. Поэтому все, что вам касается, интересно, задавайте Леночке вопросы, я вам быстренько отвечу. Что касается завивки, поехали, да? Нам интересно, вы с нами, потому что мы в хорошем настроении, мы для вас это делаем. Мы всегда в хорошем настроении. Да, да, да. Вы там ставьте какие-то лайки, какие-то плюсики, какие-то сердечки, покажите, что вы там живые, а то с этой коронавирусом, может быть, кнопкой боитесь нажимать. Давайте там, поактивней. Кто боится, протерите, пожалуйста, свой скрин. Да, протерите скрин и ставьте, начинайте нам показывать, что вы с нами. Давайте, давайте, делайте. Карантин по коронавирусу не означает, что не будет прямого эфира, поэтому у нас... Да, да, так что эфир есть онлайн. Вот, мы вас заразим только нашим позитивом. Да. Anyway, по поводу завивок, девочки спрашивают. У меня, как вы понимаете, у меня свой взгляд на вещи и на завивку в том числе. О, пошли лайки, пошли. Да, она в сердечке. О, все, молодец, девочки, мы вас любим тоже. Спасибо вам, спасибо вам за вашу активность. Anyway, по поводу завивки. Вы должны понимать, что такое завивка. Завивка это... Это не заливка. Это не заливка. Это не наливка. Что такое завивка? Это вот, например, как у Лены. Волос, видите, прямой. Для того, чтобы сделать кудряху или чтобы держалась кудряшка, это держалась. Это, представьте, что это просто, как бы, волн. Кость. Кость. Представьте, что это кость. Для того, чтобы сделать структуру кости другую, ее нужно сломать и срастить в нужном направлении. Поэтому завивка, она никогда не безопасна. И натурально. И не... Ну, это далеко не натурально. Вот. Поэтому вы ломаете всю структуру волоса для того, чтобы сделать эти кудри. Что это значит? Это вы портите волосы, вы понимаете. Даже говорят, там, эти био, там, с маслами, там, еще с какими-то модными наворотами. Сама формула завивки не менялась с 50-х годов. То есть формула улучшалась. Туда добавлялись какие-то там протеинчики, масла. Но это не мешает, не революционно, не изменило саму структуру и саму формулу завивки. И что такое завивка? Вы никогда не будете иметь красивые кудри с завивкой. Потому что вы просто ломаете структуру прямого волоса для того, чтобы он держал кудри. Это значит, что вам эти кудри все равно придется делать. То есть это либо бигудями, либо плойкой завивать, форму давать. То есть вам просто, просто оно будет держаться дольше, ну, долго. И поэтому будет держаться. Но укладываться все равно надо. Кудри сами по себе не будут. И вот тут мы подходим ко второму моменту. Лена, да, я буду работать. Когда тебе нужен отдых, я буду самой... Нет, 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 мне не отдых нужен, потому что здесь важный момент. Потому что когда первый раз делают завивку на, скажем, на свои волосы, да, первый раз всегда более-менее выглядит нормально. Но когда приходит время делать повторную процедуру, когда корни отросли, вот тут начинается проблема. Потому что длина волоса пережигается и становится мочалкой. И всегда говорится, ой, первый раз не сделали, а второй раз сожгли. И это всегда будет так. Потому что формула не менялась, как мы уже знаем, с каких годов? 50. 50. Ура! Напомню. Вот так что вам мини-лекции по завивкам. Кстати, я, ну, как бы делала завивку, наверное, с 19 лет. И мне тоже сожгли пару раз до такой степени, что пришлось подстригаться, ну, очень коротко и растить волос заново. Но просто тогда была такая мода. Мода вот эти а-ля пудель. Ты знаешь, Лен, у меня же в салоне, честно говоря, завивки как процедуры вообще даже нету в проискуранте. Потому что я считаю, меня как мастера, я знаю, насколько это плохо для волос. И я считаю, это просто неэтично портить волосы кому-то за деньги. Понимаете? Поэтому, если вы сторонница красоты и вы хотите выглядеть красиво, давайте отходить от этих 90-х а-ля сельских бабушек стайл и переходить на более натуральные. Все-таки ничего нет красивее и элегантнее, что выглядит дорого. Это натуральные волосы, я имею в виду натуральные, это не значит, что они не покрашены и не пострижены, а которые выглядят более-менее натуральными. Выглядят здоровыми. Здоровые, блестящие, потому что именно здоровые, блестящие, красивые волосы, это и есть индикатор здоровья. Это то, на что мужчины клюют, потому что это один из психологических признаков, что женщина здорова. Потому что, когда ваше здоровье портится, ваши волосы портятся, потому что ваш организм бросает всю эту армию витаминов, антивирусов, всего на борьбу с болезнью. И на волосы не остается вот этих витаминов красоты. Поэтому волосы очень важны. А если кто-то уже сделал химию вообще, как можно уменьшить негативное влияние? Есть какие-то еще дополнительные советы? Волосы уже испорчены, уже кость поломана и срощена в другом направлении. Все, это уже дело сделано. Что вы можете сделать? Вы можете просто отращивать, активно использовать увлажняющие средства. Никоим образом, там никакие протеины. Вообще забудьте про эти кератины и вот эти все Б5 и вот эту всю ерунду. Потому что поналяпывают себе на волос. О, оно уже с кератином. О, оно уже с протеином. И потом волос становится в сухой ломке, когда переизбыток этих всяких протеинов. Увлажнение. Девочки, чем проще, тем лучше. Увлажнение. Это то, что нужно для волос в любом случае. Потому что влага, это то, что испаряется очень быстро и насыщается. И поэтому ее нужно восстанавливать. Поэтому пить много воды и увлажняющие средства по уходу за волосами. Я добавлю тут, что если вы внимательно следите за своими волосами, то вы, конечно, заметите, насколько меняется состояние волос в зависимости от температуры, как внутри помещения, так и снаружи. Вот когда, например, холодно, на улице мороз, это высушивает волос, поэтому нужно волосы прикрывать на сильном морозе. В то же время, когда соль, например, у нас посыпают кругом, это тоже сушит. И сушит не только волосы, но и руки, например, и лицо сушит. Поэтому тут тоже нужно это понимать. Помещения, которые отапливаются, длительный период времени люди следят за температурой, но не следят за увлажнением. А увлажнение, это, как говорится, номер один важный пункт для вашей клевки, для вашей кожи и для волос в том числе. Поэтому в сухих и не влажных помещениях волосы моментально пересушиваются. То есть вы можете их мыть хоть каждый день, но они будут выглядеть жирными, некрасивыми, потому что они пересушиваются. Выделение жира – это защитная реакция, поэтому это тоже нужно понимать. И поэтому, кстати, еще жирные корни, я говорила об этом в прошлом, но хочу напомнить, дешевые шампуни – это тоже жирная кожа головы и сухие, потрепанные, никчемные концы. Потому что там используются дешевые силиконы, которые забивают поры головы, кожа не дышит. То есть она начинает продюсировать больше вот этого сейбум, это масло, которое кожа головы, потому что она хочет сбросить себя это все. И поэтому кожа жирнеет быстрее, а не потому что вы сушите феном или еще почему-то. А концы пересушиваются, потому что получается вот эта невидимая пленка из силикона, которая предотвращает проникание других увлажнительных средств или других, они через этот барьер не могут пробиться. Через эти силиконы. И поэтому получаются вот эти потрепанные концы. И вы говорите, о боже мой, я купила такую дорогущую маску, а она на мне не работает. Работает. Просто вы шампунем этим позабивали все, что можно. И маска не может пробиться через этот такой невидимый слой высохших силиконов. И поэтому, как бы вы не видите результат. Это же касается и масел. Поэтому, девочки красавицы, все, что на кухне, оставьте для салата. Не надо мазать себе голову ни майонезом, ни горчицей, ни всякими маслами, ни там солями, или чего там, яйцами, господи. Это кухня. Готовьте из этого волосы, оставьте в покое. Да, и пожалуйста, не упихивайте во влагалище и на нужные половые органы. Не надо этим мазать, потому что мне пишут... Ого, а что, еще такое бывает? Да. Я даже не надумалась. Мне пишут, что там не хватает смазки, значит, можно ли сливочное масло, можно ли оливковое масло, можно ли... Пирожок! Так вот, самое главное, нужно, необходимо, необходимо покупать нормальные лубриканты. Точно как для головы нужно то, что только для головы, а не всякие народные средства. Они понимают, что вот этот кислотно-щелочный баланс, ну, я не доктор, но ты мне подскажи, Лен, точно так же, как на коже головы, так и во влагальной селезе, и свой кислотно-щелочный баланс. Поэтому, когда вы, не зная, чего мазаете, куда не надо, вы этим тоже нарушаете кислотно-щелочный баланс. Я могу только предположить, что идет дисбактериоз и всякие там вот эти... Ну, нарушается многое, да. Да, то же самое на коже головы появляется. Первое, все, это же девочки, ну, это же просто обычная логика, ну, здесь не нужно быть ученым, чтобы это понять. Поэтому я всегда говорю, перестаньте заниматься самодеятельностью, а доверьте эти дела профессионалам. А самодеятельность уже там проявляйте в своих других... На куклах, или котах, или собаках. Да. Хотя обычно котов и собак водят к очень таким высоким, ну, гломерам, да, ну, тем, которые, да. Ленечка, наклони мне голову, пожалуйста, потому что... Теперь я хочу... Вот как раз мы говорили о силиконе, я не смотрю камеру, извиняйте, но я просто... Сейчас я закончу. Вы слышите мой голос? Я вам верну Лену, не переживайте, девочки, она в надежных руках. Да. Значит, я хочу добавить о силиконе, потому что если кто-то... Ну, если есть те, которые следят за моими постами, Вы заметили, что я начала вести на Ютьюбе рубрику уроки рисования, потому что я начала изучать новую для меня технику. Это Pulling Art, то есть жидкостной акрил. И там одним из добавок практически для того, чтобы получать красивые вот эти селс или клеточки, использовать силикон. Самое интересное, что добавками могут быть шампуни, потому что в шампунях есть силикон. И многие мастера даже советуют какие-то дешевые шампуни, где побольше силикона, использовать для рисования, для красок. Можете представить, что это в реальности то, что Вы накладываете на голову. Но краски лить это одно, но на голову это, конечно, другое. Поэтому тут, когда я вот это все начала изучать и заниматься этим, то есть на Ютьюбе есть уже первые уроки, и будет намного больше, то, в принципе, я была шокирована. Как мало я знаю о составе тех же шампуней, оказывается, среди них их довольно опасные по составу и вообще. Очень опасно. Я знаю, что очень еще смешит. Ну, это сарказм сейчас, девочки, будет смешит. Это когда, вот, например, я захожу в магазин и смотрю, дама... Я понимаю, когда нет денег и идет вопрос выживания, тогда, конечно, не до шампуня. Берешь там что-нибудь, лишь бы помыться и держать... Подешевле, да. Подешевле. У всех бывают такие моменты, и это нормально. Ну, не нормально это то, когда ходит такая мамзеля, значит, между этих полок и выбирает. О, здесь масло жужива. О, здесь там какие-то ингредиенты, значит, эликсиры, добыты там, знаешь... Молодости. Молодости, добыты где-то там на рассвете, собраны девственницами и выжатой монахами. Непонятно, что. И хоть. И это все стоит очень дешево, это в обычном магазине. И я думаю, дорогая, ты, что бы ты ни взяла сейчас, оно будет эффект тот же. Потому что процедура, как делается этот дешевый шампунь, технология имеется в виду, она всегда одинакова. А то, что на банках пишут, ну, перестаньте верить сказке. Ну, что вы, ну, дамы, ну, вы уже взрослые девочки, ну, перестаньте верить сказке. Ну, перестаньте верить в это. Это то же самое, я тут ставлю тоже как гинеколог свои пять копеек. Многие увлекаются вот этими всякими активными гелями, где чисток, какие только не придумали. И они там же молочная кислота. Да ни одна молочная кислота играет роль для среды, влагалища, пардон. Там есть еще целая куча должно быть важных элементов, но не только молочная кислота. Да, и молочная кислота, она может разъедать точно так же, как и все другие, другая химия. Об этом мы будем говорить в вебинаре 25 марта. Ну, просто говорю, что не нужно клевать на вот эти, на такие, именно для рекламы сделанные, что здесь, как в рецепте. Это, знаешь, когда говорят, написано всегда на банках шампунях, без парабенов. Ага, вот это, вот это, ну, это же без парабенов. И когда спрашиваешь, а что такое парабены? Ну, там написано, что это без парабенов. А ты вообще уверена, что это хорошо? Или должны быть парабены? То есть, никто ничего не понимает, что такое парабены, для чего они нужны, нужны ли они вообще, токсичны ли они. Ну, и написано, что без парабенов, значит, это что-то хорошо, значит, что-то убрали. Это же маркетологи играют с вами в эту игру, что купи мой продукт, а вы ведетесь. Поэтому делайте, я всегда говорю так, не надо доверять слишком много ни маркетологам, ни даже профессионалам. Всегда ставьте вопросы и ищите в гугле ответы, сами для себя понимаете вопрос, тот, который вас интересует. Кстати, кстати, то же самое обезжиренная еда, ведь полностью обезжирить невозможно, это нужно химически и термически обработать. Девочка, а тебя поднять, может быть? А я не знаю, ты будешь читать. А я буду тут, а ты круги. Да, сейчас наденем презентацию. Да, сейчас презентацию не денем, я смогу читать ваши вопросы и ответы. У нас есть специальный значок презентации. А пока, девочки, сделайте нам этот, поаплодируйте нам. Первая часть. Первая часть закончилась, вот, мы поехали сушиться. Вот видите, у меня есть такие штуки. Презентацию, это не колготки. Да, сначала мы снимаем, это чулки, мы снимаем сначала чулки. Вот. Мы называем это презентацию для очков. Не вижу я ни лайков, ничего. Уже нет, уже пошли на семечки. Да, у меня все сидят, там типа, что происходит. Девочки, это жизнь. Серьезная тема, голова и влагалище. Да, все, это все, что нужно для жизни. Господи, мужика сначала привлекла, потом заарканила. Все, что еще нужно. Мы вам тут жизнь, можно сказать, налаживаем. Перестаньте, видите? Да, все. Все, вот, презерватички готовы. Все, одевай. Держи, Леночка. Да, все, одевай. Тебе копеечку еще сделают? Нет, спасибо, у меня есть. Ну, все, давай, я сейчас приеду. Я это отрезаю и приеду. Так, и сейчас я потихонечку... Да, прошу прощения за мой такой вид. Естественно, красота требует жертв. Поэтому я немножко выгляду. Сейчас он все придет. Мы продолжим нашу вторую часть. И мы поговорим и ответим на ваши вопросы, которые уже были здесь, посыпались. И мы еще поговорим немножко об укладке волос. То, что просили нас раскрыть. Вот. И, значит, если у вас есть вопросы, вы уже можете... Вот сухая кожа головы. Мы говорили в прошлом обинаре, в прямом эфире. Но немножечко мы затронем еще раз. Значит, я постараюсь сохранить этот эфир. И если удастся загрузить на видео, потому что иногда не позволяют какие-то глюки, то я тогда загружу это видео на Ютьюбе. Поэтому те, кто не посмотрели, захочет пересмотреть чуть позже, я думаю, что будет возможно. О кератине мы говорили в прошлый раз. Смотрите, эфир о кератине. Он не настолько безопасный, как вам кажется. Так. На гинекологические вопросы я не буду отвечать. Поэтому это у нас был другой. Вчера очень было много вопросов гинекологических. Посвятила целый час на ваши вопросы-ответы. Вот. Значит, вы меня спрашиваете, какие витамины я бы посоветовала для здорового волоса. В реальности здоровое питание – это здоровые волосы. Потому что все нормальное количество, все витамины, достаточное количество, вы получаете именно с пищей. Поэтому сейчас нет пересмотренных многочисленных, многочисленных рекомендаций. И оказывается, что нам ничего дополнительного не нужно. Хотя какие витамины играют роль для волос? Ну, в первую очередь, А. Конечно же, играют для кожи. Уже растворимы в основном витамины. Но это не только волосы, поймите, имеют довольно сложную структуру и волосяные фолликулы. Поэтому это не только, скажем, витамин А. Это практически комплекс целый. И что я вам советую, если вы не принесли какое-то серьезное хроническое заболевание. Например, у вас не было истощения организма, у вас нет ракового заболевания, вы не принесли химию. То есть вы вполне себя нормально чувствуете, то вы просто нормально питаетесь. В редких случаях, когда есть именно дефицит каких-то витаминов, но он связан в основном с поломками на уровне гена, может быть, как мы называем, ферментопатия, энзимопатия. То есть это в основном заболевание, которое проявляется с раннего детства. А вот тогда нужна, конечно же, корректировка и дополнительный прием витаминов. Но поскольку это встречается в жизни очень редко, и сопровождается с другими симптомами клиникой, то, конечно же, мы не можем назначать и рекомендовать всем. Поэтому вот эти мифы, что витамины нужны для кожи. И самое интересное, что столько этих комплексов, значит, это комплекс для головы для волос, это комплекс для ногтей, это комплекс для ваших грудей, это комплекс для вашего репродуктивной системы, это комплекс для щек, для омоложения. Люди пачками принимают, на гербе закупают, потому что думают, что там все классно, и в реальности, и это пустая трата денег. И что еще? Внимательно посмотрите на состав даже натуральных, так сказать, витаминов. Натурально ничего нет в таблетках, натурально это в пище. Так вот, если вы посмотрите, там витамин только, но помимо витамина, там еще 5, 6, 10 различных ингредиентов, потому что даже, чтобы создать эту таблетку или пилюлю, нужно добавлять многие другие вещества. Так что о какой натуральности идет речь, вообще о какой пользе идет речь. И уже масса-масса доказательств, что это все не работает. Так, я сейчас еще быстренько пройдусь по вопросам. Да, можно красить волосы приберенности. Это мы уже говорили тысячу раз. Я вам порчу эффект тут. Да, порчу. Садись, сейчас будем тебя насиловать вопросами. О, классно, вами пополучи. Я тут в таком виде, мне даже стыдно в таком виде быть. Да ладно стыдно, это называется красота. Да, я когда-то, был у меня случай. Сейчас, да, сейчас я переключу. Вот. Теперь у нас... Да, ты тоже, знаешь, свидание я там не назначаю. Ладно, пока ты свидание назначаешь, я расскажу случай о красоте, как нужно. Вот у меня был случай, я перед Новым годом на тебя. Ну, ты можешь писать сообщение, да. Короче, была за день до Крисмаса, до Роздества. Оказалось, что мы не купили подарки. Ну, один подарок важный, да, для важного человека. Мы сможем, он говорит, последний, там, до часа до закрытия магазина, быстро собирайся, мы поехали, значит, магазин. Поехали, быстро купили. Я как собралась, вот, вот, какие-то старые штаны, футболка, тут, значит, куртка такая, без макияжа, без ничего, даже не положила помаду. Ну, зачуханная. И тут на кассе, ой, Елена Петровна, я на вас подписана, неужели это вы? Я думала, что я провалюсь, мне так было стыдно. Я говорю, я, я говорю, извините, я тут прямо вырвалась, ой, да, ну, короче, мы классно поговорили, все, но мне было так стыдно, что после этого я сказала, все, это последний раз, я выхожу, как вот это Walmart People, да, и выхожу в таком виде, поэтому, да. На самом деле, это очень важно, потому что, как бы, какие бы мы все умницы бы не были, все равно этот инстинкт, и этот стадоинстинкт, я психолог по образованию, по университетскому образованию, по первому, поэтому, когда я говорю что-то, я знаю, что не говорю. Этот стадоинстинкт, что встречают по одежде, что провожают по уму, это все равно никто не отменял. Да, конечно, умом или своей персоной вы все равно потом сделаете сдвиги, но вот это у вас никогда не будет второго шанса сделать первое впечатление. Поэтому, если вы дамы, которые ориентированы на бизнес, или которые дамы, которые активно в поиске, привлечении мужчины, вы должны как-то немножко, конечно, у нас все бывают моменты, или удержание своего мужчины, или удержание своего, да, занятый удержанием своего мужчины, вы должны, конечно, у нас все бывают моменты, когда, боже мой, я хочу спрятаться, не трогайте, не видите меня. В таких случаях, что я делаю? Я делаю красную помаду, большие солнечные очки, и все. Если волосы в порядке, отлично. Если нет, какой-нибудь там либо платок, либо шапка. Ну, то есть что-то такое, чтобы все равно выглядеть презентабельно, даже в моменты, когда нет. Кстати, Анастасия носила в длительный период разные шляпки. Да, я фанат шляпок. У меня даже тут еще есть шляпки, я вам покажу. Я фанат 50-х. И, кстати, большой рекомендация вам, если у вас жирные, несвежие волосы, не бойтесь стадить шляпу или просто прикрыть, ну как, платок накрутить как-то. Смотрите, смотрите, девочки, это, конечно, я-то работаю на телевидении, и все, я могу позволить себе, как говорится, идти вообще очень. Ну, а тем не менее, ну, идею вы поняли. Я лучше буду выглядеть абсолютно смешно, чем уродливо. Это не смешно, красивая шляпа, че. Не, шляпа гласная. Особенно идет с этим цветом. Либо, когда я в настроении на шоу, вот так вот. Я лучше буду... Это Мерлин Монро, кстати, сказала. I rather look absolutely ridiculous than absolutely boring. То есть я буду выглядеть... Я лучше буду выглядеть абсолютно несуразно, чем скучно. Поэтому всегда есть выход. Не бойтесь экспериментировать. Анастасия написала, что какая же вы солнечная. О, спасибо, девочки. Так, о боли в животе мы не будем говорить, потому что мы сегодня ведем... У нас сегодня красота. Да. А знаете, вот, кстати, по поводу солнечная. Спасибо, кто бы это... Кто бы это мне не сказал, я тебя уже люблю. Спасибо. Выправление... Вот я выправляю кератином. А кератином, мы говорили в прошлый раз. Да. Выправление кератином довольно опасное. Я здоровью вам, да. Да, поэтому посмотрите предыдущий вебинар. Так. Значит, пошли дальше. Я смотрю, смотрю. Подскажите, пожалуйста, как можно помочь сухой коже головы беспокоить зуд вне зависимости от шампуня? Можно ли использовать кокосовое масло как маску? Зуд это увлажнение нужно, а не масло. Правильно? Естественно. Я даже далеко не знаю. Во-вторых, нужно разобраться, какая это причина. То есть это причина косметологии, либо это причина медицинская. Дерматологии. Дерматологии, да. То есть сначала я бы сходила к дерматологу и обратилась бы к таким вопросам к дерматологу, если вы сами не можете справиться с помощью средств. По поводу кокосового масла. Я не устану повторять, ну зачем вы мажете эти кухонные непонятные средства себе на голову? Теперь давайте, я уже начинаю просто злиться. Теперь давайте подумаем. Масло и вода смешиваются? Нет. Не смешиваются. Как оно может увлажнить волосы или кожу головы, если оно даже не смешивается? То есть где оттуда взяться в воде? То есть что это делает? Это создает пленку на коже головы, либо на волосах, либо даже на коже лица. Через эту пленку ничего не может протолкнуться. Не дышит. Не дышит. Поэтому комедоны, все вот эти прыщи, зуды, перхоть оттуда и появляются. Влага оттуда, да, она не может испариться, но туда ничего не может проникнуть. Поэтому для этого, чтобы удержать влагу внутри кожи, нужна гиалуроновая кислота. Гиалуронка, она как раз и держит вот эти, и вот эти все аминокислоты, там, это вы уже своему косметологу сходите. Они удерживают влагу в коже головы, а не кокосовое масло. Пожарьте котлеты на кокосовом масле, это будет больше толку, чем от того, что вы там намажете себе где-то там чего-то. Перестаньте это, перестаньте, это уже не 16 век. Спрашивает, какие шампуни покупать, назовите фирмы. Фирмы, лично я работаю с Милкшейк. Вот я. Да, Леночку покажу. Я покажу вам. Я, кстати, очень мне нравится, и моему Ленечке нравится Милкшейк. Милкшейк это на натуральной основе, это не натуральная, но натуральная основа. Это итальянская фирма. Я лично работаю, вот, Мостер Пласс, вот как раз увлажнение, вот, да, с ромашкой, с ментолом, с яблоком. Я люблю с яблоком, и я люблю... А это новые для кудрявых волос. Видите, то есть, каждая компания имеет свои... Мне еще нравится, вот, какие еще... Вот, кстати, Джойко недавно выпустила увлажняющую маску гель, я не знаю, у вас там Украина, Россия. Появилась ли она? У нас здесь в Канаде, в Штатах уже есть. Джойко, маска гель, именно увлажнение, просто шикарно. Вот, давайте на весну больше увлажнения, девочки, давайте. В домашних условиях вы это не создадите, поэтому перестаньте заниматься ерундой. Спрашивают меня, что я рекомендую для интимной гигиены. Обычную воду и какое-то нейтральное мыло, причем не настолько часто, как вы думаете. На эту тему есть статья, на эту тему очень много информации, поэтому зайдите в навигатор, почитайте, пожалуйста. А как вы относитесь к натуральному шампуневому мылу, сваренному вручную, одни травы и масла, например? Нет, это, по-моему... Ну, я только что объясняла, нет, обратно мы туда же лезем. Да, нет, девочки. Ну, включайте логику, ну что, ну что это? Ну, смотрите, я вам объясню. Кому-то нравится. Ну, кто-то и песком раньше голову мыл, тоже скраб говорит натуральный, песок ведь натуральный же, да? Да, вот, ксал вопрос, как часто пользоваться скрабами? Кстати, вот это правильный вопрос, и это очень здоровский вопрос, потому что мы делаем скрабы. На коже лица, а вот про кожу головы мы это забываем. Поэтому делать скрабы на кожу головы, оно, в принципе, очень круто и рекомендуется делать, потому что это кожа, и мы должны ее очищать тоже. Это должно быть сделано очень аккуратно, очень мягко. Не надо там тереть до образования каких-то ранок. Это можно сделать, кстати, либо в профессиональном салоне, либо в домашних условиях. Кстати, вот как раз скраб можно сделать в домашних условиях, потому что это механическая, можно сказать, травма головы, потому что вы механически просто это смываете. Как массаж. Массаж, да. Поэтому здесь подойдет, не надо брать даже никакие дорогие скрабы, здесь как раз можно обойтись и какими-нибудь нейтральными такими шариками. Ну вот, я знаю, там кофе, да, там вот эти помолоты. Вот это, наверное, единственное. Грубое, наверное, да. Да, вот грубое, вот там, вот что-то такое аккуратно. Но никоим образом не сода, потому что сода вам спалит все к чертям. Соль может быть, кухонная соль может быть, но опять же, она очень пересушивает, поэтому аккуратно, потому что это... Лучше взять профессиональные скрабы, но это круто делать. И не так часто, как вы думаете, например, раз в месяц этого будет достаточно. Достаточно, да. И опять же, если вы там делаете кофе или что-то, если блондинка, аккуратно, потому что это может вам поменять цвет. А есть что-то такое, что меняет, кроме кофе, меняет цвет, например, и люди не знают об этом? Конечно. О, много чего. Вот, как раз натуральные, сваленные вручную шампуни. Потому что вы же не молекулы разбиваете, что молекулы работают на внутренней структуре волоса либо кожи, а это все работает на внешне. Поэтому все эти цвета, вот как травки, да, там зелень, это все. То же самое масло, если кто-то берет оливковое или что, желтое. Желтое, да. Это тоже меняет цвет. Что еще? О, я слышала, однажды одна у меня мадама кетчуп додумалась на голову нанести. Красные волосы. Еще дешевый кетчуп он оставляет, действительно, они мне как-то будут красители. Да, кстати, профессиональные парикмахеры иногда используют кетчуп, когда мы делаем, знаешь, на шоу, вот эти цвета или во пряди, мы можем это делать кетчуп, это единственное, что для покраски. Ну вот. Что еще? Можно, вот я расскажу, кстати, случай. Я должна была выступать, значит, в школе доктора Комаровского и решила покрасить волосы, потому что срочно нужно было, как бы вечером. И купила, хотела такие немножечко с фиолетовым оттенком пастить. Но краска дала такую реакцию, что они мне стали, вот как у тебя ручка, вот эта, вот такого цвета красная. Красная, естественно. Короче, когда я смываю и высушаю, она у меня просто ярко-красная, как скарлетт. Я говорю, я не могу показаться в таком виде на экране, поэтому послала мужа в истерике, послала мужа, чтобы он мне любую краску купил только. Я сталкиваюсь с этим, особенно это происходит в момент такого эмоционального дисбаланса, когда, особенно это все режут челки, перекрашивают волосы дома. Ну да, да, хотелось красиво выглядеть. Мы, мы же женщины, все, я меняю жизнь, и мне нужна срочно челка. Или потом еще что-то. И начинаются дома вот эти эксперименты, а потом в истерике. О, Анастасия, боже мой, у меня здесь ситуация 9-1-1, у меня здесь просто сумасшедший дом, мне нужно, 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 нужно. И всем срочно нужно. Ну, классно. Для меня это хорошо. Я тогда, ну, естественно, заэмерженция, а деньги беру другие. Но, ну, иногда думаешь, боже мой, боже мой, что, что, что происходит. Можно ли красить волосы при грудном кормлении малышу 7 месяцев, конечно, можно, это я как врач говорю. Конечно, можно, в чем заскочь и одно к другому. Да, и нужно красиво выглядеть. Я сегодня как раз шла и думаю, нужно послать мою дочь, потому что я вижу, что у нее как бы отросли волосы и все такое. Нужно ее послать парикмахеру, потому что... Да, профессиональные краски, они никаким образом что-то придумывают себе, куда-то что-то проникает, как-то на детей влияет. Ничего, это влияет только на ваше настроение, а ваше настроение влияет позитивно на всю семью. Так что, естественно, да, красить. Я был не готова увидеть вас в процессе и испугался, но вы меня видели в процессе покраски волос, хотя гинеколог. Хорошо, что вы в другом процессе меня не видели. Это то же самое, когда, знаешь, сижу я в ресторане либо где-нибудь, и приходят, ну, и приходят люди там и видят меня. О, здравствуйте, Анастасия, ну, вы же парикмахер. А вот что вы думаете насчет моих корней? Я говорю, господи, ну, хорошо, что я не гинеколог. Ну, естественно, все это летит. А мне задают... Все летит мне тут в тарелку, и я потом отсылаю. Поэтому в те рестораны, куда я хожу, как бы официанты знают, они ко мне не подпускают людей, потому что... Вот, но это я говорю, боже, хорошо, что я не стоматолог либо не гинеколог. Я говорю, боже, вы то же самое это бы сделали. Посмотрите, что у меня... Нет, сразу, у меня в отделении, знаете, это начинается, муж сидит рядом и так дальше. О, боже, где культура, где какая-то... Ну, к сожалению, я не знаю. Влияет ли недостаток прогестерона на волосы, как раз скажу, не влияет. Что я вам советую, ну, почитать. У меня есть масса как раз информации на тему мифа о недостатке прогестерона. Есть книги, это все гормоны, есть статьи. И зайдите, пожалуйста, через навигатор и почитайте. У нас еще есть немного времени, поэтому... Да, у нас еще, у нас есть еще достаточно времени. Ну, просто у нас эфир идет как бы на час, поэтому... А, окей. По прижиганию и прочего это все, беременности, читайте книгу, в ней по зачатию это все, малыш, и плюс, опять же, масса информации. Да, я, Лен, еще скажу что-то. Да, вот, да, ага. Я нашла вот. Да, вы должны понять. У меня такое впечатление складывается, что настолько... И я работаю все время с женщинами, и это очень серьезный вопрос, который я хочу поднять. Мы здесь хихикаем, но на самом деле это действительно серьезная тема. Очень много женщин, они настолько чувствуют себя неуверенными, что они думают, что какие-то магические процедуры по красоте, будь это волосы, будь это косметология, что каким-то образом... Будет и влагалище, кстати, тоже. Влагалище. О, кстати, новая процедура отбеливания ануса. Ну да, да. Это уже, это не, в Украине, в России это уже давно делают. Я вот недавно просто была у моего косметолога, я смотрю в перечне услуг... Канаду, Канаду больше убедрено. Отбеливание ануса. А я говорю, а это зачем? Я это не хожу, не свечу нигде. Нормально. Не, ну вдруг, знаешь... Это же, ну это же какой-то... А интересно, почему не придумали отбеливание мошонки? Мошонка, что же... Нет, ну смотри, я понимаю, есть ли это для индустрии порно. То есть есть порно-актеры, для них эта эстетика действительно важна, потому что они работают. У меня, кстати, есть клиенты... Для этого есть тональные кремы, пардон. Среди минуты там они сотрудятся. У меня, кстати, есть клиенты, которые работают, скажем так, в индустрии для взрослых. Вот, ну, я могу еще понять, что тебе нужно, потому что это как-то связано своей работой. А так обычно, не знаю. Ладно, вернусь к вопросу, который я говорила о своей неуверенности. Вы знаете, очень много женщин сначала бросается всю свою армию денег, сил и энергии на какие-то чудо-процедуры. Начните изнутри. Потому что если изнутри вы уверенная, вы сексуальная, от вас этот секс просто будет белеть. И тогда уже вот эти все процедуры, они будут иметь смысл. А если вы стараетесь как-то начать извне, но не проработаете свой внутрь, вам ничего не поможет. Вы останетесь все равно недовольной, грымзой. Это относится к любому, даже к женским проблемам, даже к психосоматикам, которые сейчас тоже слишком много злоупотребляют этим термином. Но она существует, у женщин психосоматика иногда зашкаливает. Да. Что вы скажете про укрепляющие тоники для волос на основе пантенола, протеина, витаминов группы В и кофеина? Вы, наверное, не смотрите нас сначала. Да, это реклама, и нужно питаться нормально. Питаться нормально, витамины пить, и потому что что значит эти все? Они иногда нужны, действительно, когда волос испорчен. То есть в некоторых случаях это действительно важная процедура. Но самодеятельностью, как я уже говорила, заниматься не надо, потому что это нехорошо, когда волос перенасыщен этими элементами. И просто я же вам объясняю, это мертвый материал, то, что вы видите. Все, это умерло. Поэтому, когда мы срежем или что-то делаем, мы не чувствуем боли, потому что здесь нету нервных окончаний. Волос живой, внутри, там, в коже, внутри, когда мы выдергиваем волос, вот тогда нам болит. Что это значит? Это значит, что все питательные элементы мы получаем через кровь. Понимаете, кровь питает. Поэтому лучше вместо того, чтобы там вот эти потенолы бы опять покупать, купите себе кусочек лосося, съешьте, и это вам будут вот эти жирные кислоты, которые хорошо для волос. Понимаете? Да. Почему все парикмахеры так любят отрезать длинный волос? Это правда или нет? О, боже мой. Конечно, нет. Это вы, наверное, это миф такой, что нет. Ну, как сказать миф? Миф и не миф. Я вам сейчас расскажу. Это классный вопрос. Потому что приходят ко мне, ой, только не режьте. Я говорю, ну что, думаете, что я беру деньги по весу, сколько я срезала? А может, стоит так? Мне все равно, сколько срезать, хоть столько, хоть столько. Просто иногда, когда мастер видит, что волосы у вас три волосины торчит, и как крысиные хвостики эта длина лежит и ни о чем, тогда, конечно, ее лучше срезать и сделать классную стрижку, например. И тогда ты советуешь, а не, но, но, я хочу длину. Но длина тебе не идет. Литьба. И еще, может быть, второй вариант, когда мастер не знает, что делать, а хочет показать, какой он крутой, и давайте делать сразу большие перемены. Вот тут поаккуратней. Как и по пилингу мы уже говорили, и какой пилинг для кожи головы безопасен? Я люблю фруктово-кислотный. Это специальный профессиональный пилинг для профессионального использования, вы его нигде не найдете, кроме косметологических профессиональных магазинов без лицензии, которые вам не продадут. Поэтому идите в салон. Вопрос, ну, я бы сказала, чисто риторически. Скажите, пожалуйста, где покупать достойный шампунь в супермаркете стоит искать, в аптеке, то есть... Да, аптека будет уже получше, чем супермаркет, хотя сейчас многие косметологические бренды специальные используют это как рекламный трюк у профессиональных парикмахеров. Все, в супермаркете вы не найдете ничего. Но, к сожалению, многие суперпрофессиональные парикмахеры тоже могут использовать чисто, ну, наверное, для рекламы или как, я не знаю. Да, поэтому найти своего мастера, которому ты доверяешь, это очень трудно, потому что многие салоны подписывают контракты с определенными фирмами. Например, там, Флориал или там и с чем-то. И, например, и они будут продавать только эту продукцию, да, например. Я, например, независимый парикмахер, я ни с кем не работаю, я беру только то, что мне нравится. Поэтому мои клиенты мне доверяют. Если я говорю, что это работает, я даю гарантию, что это для тебя сработает. Кстати, хочу еще добавить, там девочка задавала, она, наверное, обидится, что я пропустила ее вопрос, по поводу укладочных средств. Да, да, да. Вот. По поводу укладочных средств. Девочки, чем меньше, тем лучше. Это первое. Потому что все муссы, вот эти муссы, я уже не помню, когда я муссы эти использовала, например. Потому что мусс содержит, во-первых, алкоголь, который подсушивает волосы. За счет подсушивания волос вам создается эффект. Тем образом вы пересушиваете немножко волос, да, а кожа головы начинает вырабатывать больше жира, потому что она хочет себя увлажнить. Тем вы немножко нарушаете баланс. Поэтому не используйте это часто. Во-вторых, вы перегружаете волосы, потому что продукцию, которую вы наносите, например, даже для объема, да, эта же продукция, она имеет вес. И под весом собственного веса вам волосы будут падать. Поэтому просто чистые воздушные волосы – это круто. Иногда нужно, я люблю использовать средства для волос, например, если у вас кудрявые волосы, и вам нужно сделать форму, да, чтобы завиточки не распушивались и не разлетались. Да, вот тогда это классно. Немножко маслица, профессионального маслица, чтобы убрать пушковость. Поэтому укладочное средство – это ваше подручное средство, это не какая-то панацея от того, чтобы решить какую-то проблему. Ежедневно вам это не нужно, это там, вот, например, как лак, что-то там поправить, но это не для того, чтобы изменить. Вот. Что скажете о процедуре счастья для волос? Я не знаю, интересно, а есть процедура счастья для влагалища? Есть процедура счастья для волос, я знаю, что это за процедура. А что это за процедура? Ну вот, ты видишь мою реакцию. Это смазывает спермой, что ли? Да, это будет, кстати, намного круче. Честно говоря, счастье для волос – это по ходу, это по типу тот же кератин, и забивают, понимаешь, и они делаются такими блестящими, и чуть-чуть выравниваются, и супер блестящими. Процедура длится, имеется в виду эффект от процедуры, длится там недолго, порядка, что-то, вот, там, 2-2 месяца, если ухаживать правильно, потом это все смывается, и волосы получаются еще в хуже состоянии. И потом вам нужно опять делать счастье для волос, то есть подсаживаешься, как на иглу. То есть счастье для волос – это примерно то же, что, ну, я не знаю, уколы, уколы, да, или геородка по влагалищи, да. То есть ты не выделил наркотик, у тебя все, эйфория круто, но потом тебе нужно дольше больше. Девочки, перестаньте. Слушай, надо нам пакет придумать, какой-то совместный, знаешь, типа счастье не только для волос, но… А там, кстати, тоже, там, кстати, тоже волосы растут. В школе счастье от Насти, вот. Там, кстати, волосы тоже растут между ног. Да. Да что там никто счастье не делает, сбривает их? Нет, это неправильно. Волосы хотят быть счастливыми. Тем меньше, если бы вы, конечно, убили уже волосы, и это единственный выход, тогда, да, для вас это сработает. Просто для красоты не надо. А ботокс для волос портит волосы, сожгла все свои, да? А как же вы думаете? Да, да, конечно. Все, что химически вы делаете с волосами, что вы думаете? Почему у вас короткая стрижка? У Анастасии была, ну, длительный период не была у тебя короткая стрижка. Да, это уже даже отрастает, потому что, во-первых, я люблю, и я считаю, что короткая стрижка – это очень секси, потому что все с этими волосами паклыми длинными ходят, и если они уложены, красивые, блестящие – это круто. Во-первых, у меня нет ни времени, ни желания ухаживать за этой длинной шевелюрой, поэтому короткие волосы, я считаю, для меня это самое классное. Волосы на висках тонкие и редкие, а на макушке толстые. Как это объяснить? Это объяснить генетика. Генетика, да, специфика, кстати. Потому что есть так, что даже у людей с одной стороны прямые, а с другой – кудрявые. Это волосы не растут одинаково по всей поверхности головы. Это нормально. Арагуновое масло помогает, ну, наверное, точно даже как кокосовое. Мы уже говорили, по-моему, за масло, да? Девочки, я надеюсь за то, что я раскрытиковала столько всего. Написали – пожарки на нем. Да, пожарки на нем, вот спасибо. Вот, видно, что девочка увлечена и внимательно слушает. Можно ли мыть голову каждый день? Мы говорили в прошлом эфире. Можно. Можно. Если это шлящие. Да, если не высушаете вы слишком. Да, ничего не сделается. Редкость парикмахер с длинными волосами. Вообще-то мешают волосы, представляете? Вы представляете, эти волосы, если их не прятать, когда ты нагибаешься, все, оно мешает. Интересно, гинеколог большинства с короткими волосами. Если, партон, я про цирю, у меня свое видение мира, так сказать. Вот. Как часто можно делать при корневой объем, а, плойкой гофре не вредите волосам? Ну, это, смотрите, если не на высоких, то есть, вы понимаете, что термическая обработка волоса, это все равно уже пересушивание волоса. Поэтому, если вы используете увлажняющие средства для волос, и моете, и ухаживаете, то не навредит, если вы иногда это делаете. Если вы делаете это на постоянной основе, естественно, ожидаете, что волос не будет расти и не будет такой красавец, как вы думаете. Да, во время беременности спрашивают, можно стричь волосы, а как же? Можно красить? Нужно. Нужно. Вы очень позитивные. Мы всегда позитивные. Спасибо. А будет, вот, вот, а будет ли мастер-класс по быстрой прическе на работу? Ууу, это круто, кстати. Угу. Ну, а что значит быстрый, и я не понимаю, что значит прическа, я не понимаю, зачем сооружать прическу, просто помыла, высушила и все. Ну, наверное, засекать время нужно, типа сколько времени уходит. Ну, смотри, у каждого человека по-разному. Иногда можно быстро подкрутить, иногда ему можно вот помыть и высушить. Ну, не знаю, у меня, например, высушить, уложить волосы, вот как вы видите сейчас, у меня это занимает ровно десять минут. Ровно десять минут, как в армии, понимаете. Это все индивидуально, мне кажется, кто-то собирается час, кто-то за пять. Я видела, кстати, в метро, где все трясет, как женщина без зеркала наносит макияж, без зеркала, то есть слепую. И у нее классно получается. Да, это уже, да. Поэтому у меня есть очень много женщин, которые, например, работают в таких, как это, финансисты, банкиры. У них очень часто короткие стрижки, потому что для них экономия времени очень-очень важный фактор. У нас осталось 25 секунд до завершения. Всем большое спасибо. Как привлечь уверенность в себе, мы поговорим в следующий раз, когда я приду к Анастасии, потому что у нас тоже есть на эту тему много чего сказать. Всем-всем большое спасибо. Еще раз постараемся сохранить этот эфир. Вопросы по гинекологии мы сегодня не обсуждали, чуть-чуть обсуждали. А вот вам большой привет от Васьки. Да. Все. Пока, девочки.